Конек-Горбунек Конечно же, сейчас Александра нам расскажет о нем. Вот, пожалуйста, этот стульчик. Можно поприветствовать красивого, выносящего мужчину. Спасибо за эти громкие аплодисменты. Спасибо большое. Ну и пободуй их друзей. Ну что ж, Александра, да, во-первых, аплодисменты. А во-вторых, Александра, рассказывайте, что это за чудо у вас такое. День добрый. Сейчас мы все расскажем. Я пока ждала времени, когда буду выступать. У меня посетила такая мысль. Мы все мамы очень любим своих деток. И мы стараемся их чувствовать, знать. И когда маленький ребеночек начинает плакать, почему-то мама не думает, что он капризничает. Она понимает, что либо он голодный, либо он мокрый. Правильно? Когда ребенок постарше начинает капризничать, что-то делать не так, тоже в первую очередь, наверное, мама пытается понять, что не так. Может быть, он заболел или он не выспался. Но почему-то, когда ребенок, сидя за столом, начинает крутиться, подгибать ножки, дергаться, горбиться, мы почему-то считаем, что он неправильно себя ведет. Что он неусидчивый, что он капризный какой-то. Да, мы почему-то не задумываемся на том, что это его поведение из-за неудобства, из-за дискомфортно. К сожалению, это так. Чтобы понять, что чувствуют дети, которых сажают за взрослый стул, попробуйте сесть на высокий, вот даже такой стол, чтобы у ног не было опоры. И чтобы не было опоры для спины, попробуйте просидеть хотя бы 5 минут. Я представляю, что с вами произойдет, у вас затекут ноги, вам захочется на что-то облокотиться, но опоры для спины не будет. И только в данном случае вы поймете, насколько ребенку маленькому дискомфортно сидеть за взрослым стулом. Взрослый стул сделан для взрослых. Мы учли все моменты и сделали замечательный такой стульчик для деток, который сможет обеспечить комфорт и удобство вашему ребенку, начиная с 6 месяцев, ну и даже не знаю до скольких лет, потому что ограничений по верхнему границе, по росту и возрасту просто не существует. На таком добротном качественном стуле может сидеть даже взрослый. Быстро скажу, в чем собственно особенность функционала. Это в том, что он регулируемый. Как видите, есть возможность регулировки и переставить сидение и подножку на любой, соответственно, высоте. Это делается для того, чтобы даже маленький ребенок мог сидеть за взрослым столом с комфортом, доставать, быть на уровне. При этом ножки у него в воздухе не висят, они имеют опору. Бесступенчатая регулировка по глубине позволяет настроить так, чтобы ребенок имел опору у спины. Спинка у нас изогнутая, ортопедическая, тоже способствует комфорту. Очень это удобно, соответственно, для малышей. Начнем с того, что наш стульчик можно с шести месяцев, как я сказала, использовать. Можно сэкономить, то есть не покупать детские стульчики для кормления, а приобрести дополнительные аксессуары. Как видите, это столик. И мягкие накладочки, которые включают в себя ограничитель фиксирующий. В чем особенность? Во-первых, столик имеет также регулировку, в отличие от любых стульчиков для кормления, как для худенек, их маленьких деток, так и для более крупных. Регулируется это крепежом в три положения. Соответственно, есть ограничитель бортик, который не позволяет с легкостью сталкивать посуду, игрушки, что детки так любят постоянно делать. Все-таки есть небольшой барьер, что это тоже помогает. Столик с легкостью снимается и одевается. Это очень просто для родителей, экономит время. В то же время настолько безопасен, что ребенок сам его выбить не может. Это достигается за счет специальных пазов. То есть безопасно и очень удобно. И, соответственно, ограничители, как я вам сказала, которые фиксируют с трехточечной. Можно зафиксировать ребеночка от случайного падения, чтобы, не дай бог, не упал. Соответственно, когда ребенок у нас вырастает, мы убираем столик, он нам больше не нужен, мы пользуемся дальше. Ограничитель тоже, в принципе, нам уже не будет нужен, когда ребеночек подрастет. А стульчик нам будет служить очень долго. У нас гарантия 10 лет. Стульчик ее выдерживает. Так как сделан из крепких материалов, это береза, покрыта она экологически чистым лаком. Имеются на все гигиенические сертификаты. Все материалы экологичны и подходят для использования, именно для покраски, для производства детской мебели и детских игрушек. Соответственно, что еще могу сказать про безопасность? Очень большая опора, 50 сантиметров, за счет большой опоры и тяжелого веса, потому что это стул деревянный. Его очень сложно опрокинуть. И имеются тефлоновые накладочки на ножках, которые позволяют стулу легко ездить. Здесь, может быть, это не так будет очевидно, потому что здесь ковровое покрытие. По любому деревянному покрытию, ламинат, линолеум, очень легко скользить. Это приводит к чему? Ребенок, сидя за столом, если он оттолкнется, он не опрокинется, он просто отъедет от стола. Соответственно, это безопасно. Плюс ко всему, эту функцию используется для того, чтобы ребенок был самостоятельный с родних лет. Он может сесть на стульчик, пододвинуться за столешницу, и вот он сам сидит, не надо ему звать маму, которая его посадит и пододвинет. Когда ребенок покушал или позанимался там творчеством, вот он отодвинулся от стола и пошел по своим детячим делам. Собственно, ребенок чувствует себя взрослым, у мамы больше времени, все у нас просто замечательно. Так, вкратце, наверное, как-то так. Я готова ответить на ваши вопросы, если они есть с удовольствием. Друзья, есть ли вопросы? Пожалуйста. Нету, да? Ну, вы и так все хорошо рассказали, что вопросов не возникло. Тогда ждем вас у нас на стенде. Сегодня скидочки. Успейте приобрести с большими скидочками наши замечательные стульчики. Вам огромное спасибо. Спасибо большое. Это бренд Канё Горбунёк. Кроме того, что есть стульчики, там есть уникальный, шикарный балансирующий стул для подростков. Я хочу просто... Посмотрите трансляцию, придете домой обязательно, забегите. Включите, там увидите, как мы с удовольствием качались на этом стульчике, который для подростков. Спасибо.